Друзья, добрый день. Сегодня покажу, как можно быстро и просто удалить с ковролана, с ковролина, с паласа, либо с ковра пластилин. Не стоит паниковать, проблема решаема. Для начала нужно по возможности убрать все механически. Я беру нож, лезвие ножа, стараясь не повредить ворс, собираю пластилин. Все, что можно собрать. Многие, кстати, рекомендуют предварительно заморозить пятно, беру для этого заморозку с морозилки, прикладывают и только после этого пытаются соскрести пластилин. Так делать не нужно, потому как собрать его в этом случае будет намного сложнее, но вот ворс повредить будет намного проще. После того, как удалил все, что можно собрать, механически беру обычное растительное масло, рафинированное, оно пожиже, чем нерафинированное. Можно нанести его на пятно, немного подождать, пока пластилин раскиснет, собрать остатки начисто, меняя салфетку, тряпку или ватный диск. Как видно, пластилин удаляется довольно быстро и в большинстве случаев от него не остается следа. Разумеется, если ковер белый, с длинным ворсом, убрать с него пластилин будет сложнее. Еще одна ошибка, от которой хочу всех предостеречь, не пытайтесь пластилин нагревать. Многие нагревают пластилин утюгом, проглаживают пятно через впитывающую бумагу. Пластилин становится жидким и действительно его часть впитывается в бумагу, но убрать пятно до конца не получится. Кроме того, если переборщить с температурой нагрева, можно запросто подплавить ковролан. Как видно, осталось пятно, даже если попытаться его удалить сейчас тем же самым растительным маслом, масло может уже не помочь. Останется пятно уже не удаляемое. Оно у меня вот в незаметном месте, поэтому в данном случае позволил себе показать, как делать не нужно. Вместо растительного масла можно воспользоваться также керосином или однотипные материалы бензин или white spirit. Остатки пластилина удаляются также довольно просто. Если вдруг после всех этих манипуляций остается развод, его можно убрать при помощи чистого эфирного масла. Я беру масло эвкалипта, прохожу им. Помним, что испаряться полностью способны только чистые эфиры. Если эфирного масла под рукой нет, можно просто пройтись по месту, где остался развод обычным мыльным раствором. После полного высыхания поднимаю ворс щеткой и готово. Как видно, проблема решается быстро и просто. Ну а я на сегодня прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.